добрый день друзья съездил на базарчик купил показывать так немножко начну с такой бумажки проголосовал за что там там за 20 рублей взял лежал в этом русском японском разговорнике продавали как русско-китайский повезло бы человеку человек с ним приехал в китай японский вот он рваный был поэтому я не стал брать смысла нет вот а вот эту за 20 рублей взял полазил в интернете продают немного во первых их ну и цена честно сказать там рублей 200 это максимум то есть 100 200 и непонятно сколько будет продаваться хотя и немного 20 рублей как лотерейка могло же и 1000 стоить не повезло вот взял еще как лотерейку вот такую вещицу за 10 рублей весы я вставил батарейки проверил ну дома уже работают в чем проблема они до килограмма и минимум показывают десятые грамма и сотых никаких то более мелких делений нет насколько точные проверить пока не могу на чем-нибудь сравнить вот 10 рублей с вами понимаете смешные деньги вот конечно вот эта крышка хорошо что она есть но плохо что она не опускается до конца что-то положить большое не хватает задней крышки вот я давно хотел такие более-менее маленькие весы и нахтилдансы чтобы сотые были ну хотят десятых принципе достаточно что просто граммов недостаточно допустим если чуть там ценное взвешивать скажем 1 и 9 грамма будет показывать как один грамм практически почти два вот ну хотя я особо свешивать и нечего тут хотелось пожалуйста 10 рублей мечта осуществилась вот у меня все есть если по весы отвлекусь вот такие китайские были до этого в ленте куплены китайские сломались через меньше года в районе года отработали сломались то что два года положено работать понятно лента не захотела это признавать надо было писать письма и судиться ну из-за 300 рублей сами понимаете нам бессмысленно занять поэтому проще разобрать металлолом выкинуть было их вот есть мне вот такие тоже очень хорошие у кого нет всем рекомендую они разные бывают тоже цена копеечная до 40 килограмм зацепили взвешивать пакет повешал взвешиваю там вот я товарищу заказывал тоже в китае у него даже лучше напомню как раз тоже не десятые грамма взвешивают насколько но у него как-то не надо что гонит вот этим на лучше чуть-чуть постучать лучше такие для набора в принципе так какой-то набора для дома и на до пяти килограмм там до 10 еще двое рычажных ну и всякие равноплечье и так что у нас вот такой вот молоток по-моему он слесарный называется вообще я их как кузнечные продаю рублей за 200 за полки не взял тут человек не разбирается в инструменте поэтому на сотку взял кучу всего такой вот зубильца за 20 рублей за 200 буду продавать а может и 250 поставлю надоело дешевке ножик обломано дерево но металл целый и вот м2 и вот клеймо за сцену я поглядел был бы он целый можно тыщу просить так думаю попробовать за 500 то что накладки заменить ничего ценного железо вот не уточенный не ржавый вот это целый я в ноябре за 300 похоже продал он такой ржавенький был в том году по моему или позапрошлом попался вот нет 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 сейчас и можете зайти в интернет найти купить не как а такой же а может и не один и похожего вида вот так вот это за 30 ножек я за 300 продал то что за полки не взял две вещицы и за полки не взял такую вот стамеску вот скорее дала то ну что-то мне в охота себе у меня такого для себе нету чем она интересно что вот рукоятка не разбивается если здесь сверху кольцо то надета сверху разбить и такой японцы любят такие формы вот конечно не японская слишком хорошо для японской вот японцы любят если есть плоскость они там у них она как здесь как бы ямка ну кто знает тот знает я не специалист чтобы рассказывать кому интересно про японский вот тут такая довольно не убиваемая вещь ну и состояние у меня разбитку но еще одна была на по ней били по железу там можно поправить конечно но смысла нет вот ну что я могу сказать ладно взял такую ложечку за полтинник в начале сотка потом 80 я такой полтинник могу ну забирайте по 60 вот забирай заплатить но потом он ее несколько недель назад продавал за полтинник это пробьем ничего не находил него в ящике с ложками не забыл сколько я такую точно такую продавал за 150 вот поэтому я ее взял за полтинник соточку чтобы получить вот взял такие ножницы клемма по моему нету надо поизучать не изучал что-то взял за 150 поставлю за 300 200 соточку тоже день началось сегодня а вот все с этой стамески гнутенькая но за десятку ну полки шок поставить пять раз увеличу и выменял на топор вот такую вот вещь ремни для переноски у меня есть одни советские плюс у меня есть одни и самодельные таких на полкина вот ну пускай будет треть просто я хотел за и за деньги что мы за полтинник не захотел он брать давай бартер такую можно может стоить и 150 состояние плоховато чтобы 200 стоило чем интересно две иметь можно их соединить две если что-то совсем большое получится две ручки вдвоем кулька руку тащить может тем более там обломанный топор был выкопанные земли товарищи так забрал как забрал он отдал там спички килограмма то есть 20 рублей я ему иногда отвожу и чуть нахожу какой-нибудь металлолом и чуть разбираю свое сломанное выкидать забери вот так что такие дела у нас вот получается там на 20 рублей брал ручки вот этих поменять на что-нибудь ну так не уговорил пока что еще было интересного турист примус неплохом состояние 500 просим я думаю за 400 она отдаст можно взять я какие-то рублей по 600 продавал в таком состоянии но и улетали значит можно за 700 продать может надо было может не надо ну вот это была интересная штука как он называет пила которая знаете такая типа в руке держи там маленький диск но тут совсем маленький будет побольше том что у них я хочу такую но я хочу чтобы были бы хотя бы на два с половиной больше сантиметра пилить двух сантиметров фанера там у вас по и а там что-то не знаю по-моему двушку с одного прохода не распилишь но видно что и не пилили не опилок не царапины опять же за сквозь вылет маленький ну если мне не подходит ну какая-то такая ферма непонятная китайская маленький так-то не вещь интересная у него товарища есть подобное что туда по моему алмазный ставится может плитку отпилить еще что-то тонкие гибкие шланг там на закрыто хорошо что довольно хорошо высасывает опилки на балконе работать ему нравится ну конечно поинтереснее получше вот что еще и скажу ну вот этот рубанков у восковских было динарников но не особо дешево да и берут их плоховато вот что получается если так продавать ремни это 150 200 так давать если будем считать что я хотел полкиник за топор то есть значит 50 старается 150 200 210 260 360 410 а и 420 и 440 вот если продать если продать если продать 200 200 рублей 200 600 плюс 400 давайте посередине ремни и там где-то 150 ремни есть тысяча 150 1200 ножниц рублей 300 и полторы вот этот 200 и ну пускай сотку 1600 и там где-то 150 ремни ты еще и 750 ну пускай сотка еще и такой вот вот ножи не знаю у меня долго я говорю но ушел вот недавно был бы этот может и этот бы заодно он взял стамеска ну не знаю надо молоточком поправить поглядеть мушку и клеймицо я сомневаюсь что что-то редко вы видите ручка неплохо целая то уже плюс так что может и поправлю если не сломается можно и соточку вот но опять же ведь она загнута в нужную сторону получается вот если не надо подрезать ну то есть она выше удобнее вот так ножницы не знаю они как-то лежали лежали потом не человек твоя ножницы купил сразу не торгуешь вот там что то есть вроде надо поглядеть поэтому меня сейчас особо ножниц старых нет на продаже поэтому как раз вот ложка не знают один раз я продал за 150 две вот такую немножко другой я тут купил одну немножко не так а я еще другую там третью тоник длину тоже продала 3 ложки я продал длинных вот сейчас мне одна есть там на продаже сейчас тут уже выставлю но вот который была там она большевата вот это удобно как быть варенье выковарить из банки мед вот с краю не такая самому нравится вот но я правда мед сейчас пластиковых банках они поэтому особо выковыдывать не откуда ну вот такой вот молоток вот он опять же можно его кислоте замочить может какое клеймо появится был с землей копанный вот ну как я сказал без себе чего то есть я практически надеюсь этого ножа купить все покупки ну и почти все вот зубила вот эти вот уходят у меня хорошо молоток похоже я один продавал тоже улетел быстро но там состояние было получше помнешь ручкой но за 250 стамески по разному сейчас конечно зима не особо сезон но вот мне недавно заказали что-то я 47 штук отослал ну одна там была типа бонусом ну как бонусом там человек округлил больше перевел денег за пересылку я решила он перевел лишний полтинник подумал почему бы мне ему так ну не особо ценную стамеску но я кстати шорохнул по ней напильничка но я не сказать что она самая там тупая то есть не тупая самый плохой металл вот ну пригодится я думаю человеку тем более как бы уже там за пересылку он заплатил там оно не влияло плюс-минус килограмм несколько килограмм поэтому вот такая история что еще рассказать интересного ну вот такая вот история благодарю за внимание всего доброго